гендер это иностранное слово и она имеет латинские корни и она пришла в русский язык из английского языка по-английски это звучит дженда это слово приходит в науке и первый человек который это делает это психиатр и психолог да и психоаналитик которого зовут столер и он 68 году пишет книжку которая называется дженда секс он предлагает точно разделять что такое а биологические характеристики человека его половые характеристики то что по-английски будет называться секс и дженда то что социально организована и социально сконструирована он делает 68 году но на самом деле еще раньше до исследователи пользуются этим термином но вот за столером закрепилась вот эта идея что он у нас первооткрыватель этого термина он этот термин активно начинает использоваться феминистскими исследователями исследователями женского опыта в гендерных исследованиях потом и следы стали называться гендерными этого дженда да потому что на самом деле их фокус заключается в изучении социально конструированных отношений групп определяемых по признаку пола может такой гендер в россии впервые появился термин гендер в самом конце 80-х годов гендер по-английски это грамматический род и в русском языке тоже есть грамматическая категория рода и почему бы не использовать тогда категорию рода да объясняясь вот объясняя что такое социальная организация отношений между полами очень важно было обозначить вот этот спектр исследовательского интереса через термин который не ассоциируется с другими замыликами замыленными и ведущими не туда вот явлениями и дискурсивными формациями поэтому гендер исследователи и люди просто чувствительны к этой проблематике стали обсуждать вопросы дискриминации по признаку пола и вот тогда категория гендер оказалась очень емкой важной и уместной потому что эта дискриминация конечно связано с социальными процессами и с политическими процессами и надо назвать конечно людей которые особенно сделали такой значимый шаг в этом направлении это созданный в восемьдесят девятом году московский центр гендерных исследований он создавался в академии наук в институте народоноселения институте демокрасии и вот этим ядром человеческим было несколько исследователей которые и раньше занимались феминизмом и гендерными исследованиями но это был их личный как бы интерес институционально не было оформлено это анастасия посадская наталья захарова и наталья михайловна римашевская которая была во главе этого вот эти исследователи до поставили вопрос о реальных структурных барьеров гендерного равенства а тут вот возникли еще специальные политические возможности для того чтобы возникли гендерные исследования как достаточно автономная область социального знания а в чем дело дело в том что россия в конце 80-х начале 90-х годов демонстрирует политическую волю интеграцию в международные академические и политические процессы после того как в пекине оон 85 году приняла декларацию которую подписала россия о борьбе со всеми формами дискриминации против женщин нужно было в соответствии с этой подписанной декларации предпринять ряд шагов потому что декларации они предполагают действия на политическом уровне один из этих шагов это зеленый свет для исследователей дискриминации и неравенства по признаку пола вот в в в Субтитры создавал DimaTorzok